ну что друзья всем привет сегодня тема наша будет о вреде здоровья хочу рассказать как и бросил курить долгожданная тема хотел бы давно подготовить ног все время не было так что я хочу сказать не курю я уже 10 месяцев а курил всего лишь всего лишь 25 лет 25 лет своей жизни я потратил на это головного так 25 лет это с 94 года я никотинозависимый человек страшно цифра даже не скажу я был четвертом классе когда взял первую сигарету в руки ну как бы там по детству может и баловались там не в затяжку туда-сюда бегали курыли но потом на научили куры все-таки старшие парни плохие для меня они были авторитетами тогда на то время на тот момент как бы на раз все курят значит надо и мне покурить вот такая вот политика была тогда еще время такое было 90-е годы вы знаете сами все были бесконтрольные что так первое мою сигарету затягу я очень хорошо помню она была на чердаке какого-то сарая сигарета без фильтра астры или прямо точно помню затянулся объяснили как затянулся и чуть не не улетела крыша сразу как бы ну вроде понравилось вроде и понравилось потом этих парней встретил я вечером далее не попробовать мне моя вторая сигарета жизни помню было бонд были очень хорошие сигареты на то время как бы считались считались хорошими сигаретами ну так вот затянулся аж упал просто закружилась голова и просто упал как пьяный ну все из того момента вроде и началась нашелась курил я все школьные времена бегали в туры и бычки собирали и курили и деньгами скидывались покупали у родителей своих ты взяли и крали сигареты еще хорошо вот так затягивала меня эту безгну все глубже и глубже это круто считалось я куру за школу и могу покурить в туалете в школе и могу покурить сейчас конечно так и не курит никто в школе раньше времена такие были нам даже учитель показывал как правильно по школе если идешь сигареты как правильно протать сигарету в руке такие вот были дела у нас курыли в туалетах везде курыли на дискотеках курыли колхозный сад ходили курить были маленькие яблоками заедали друга своего и старшего он учил курить у меня наверное по сей день проклинает не знаю бросил он не бросил хотя он сейчас не знаю не скажу вам точно много тоже кого научил говну ну как бы вот так и не задумывал никогда бросить не задумывал бросить пока не сел в тюрьму там уже или водики уже шибанули в голову или что или возраст уже такое что нашего сознавать что это я натуральный был у меня друг там не кураж вообще и не курил и не пробовал никогда умею все время на спорт подбивал типа бросай завязывай попробовал бросить попробовал не получилось только там пару недель не покурил мотивации не было никакой что чем ну круй куру нравится курить и дальше что что мне делать если мне нравится но он сегодня подбивал 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 все время ну как-то у меня получилось получилось у меня что скажу сколько я курил не курила где-то четыре с половиной месяца то самое большое что сколько я мог вообще продержаться четыре с половиной месяца короче четыре с половиной месяца в тюрьме я вместо сигарет покупал згущенку згущенку там пожрать то сего чтобы вот это заменить хотя бы все и не хотелось и не тянулось лучше конфету съесть какую ну скажу вот тот раз когда я бросал вашу мне было тогда скажу сколько мне было не было тогда где-то 21 год было как-то мне похер было бросать не бросать вообще позом другой ну как бы с другом начали ходить на стадион на турники там за можно заниматься можно записываться специально на стадион и заниматься на тренажерах и там всякая херня есть спортивная не курил и не курил вот четыре с половиной месяца не курил а потом ближе к освобождению я уже знал что я освобожусь я буду курить все равно потому что это блутная романтика я знаю что сигарета водка пиво и все упадет заново и короче ближе к освобождению захотелось мне курнуть ну на нервах конечно там что как буду освобождаться как будет что захотелось мне курнуть ну и курнул я а и в то время в тюрьме было какая-то ну и тут вроде на свободе были какие-то перебои с этими фабриками табачными не было сигареты и везде была проблема и захотелось мне так сильно курнуть как назло с сигаретами там вообще туговато было хотя мне было все за что ну что можно было на сигареты поменять короче сигарет даже не нашел у кого-то стоящего рядом пацана взял самокрутку вот прикиньте четыре с половиной месяца не курила уже у меня организм совсем по-другому начал работать у меня морда вот такая сгущенки выросла я как хорошо что я возле локалки локалка это такие участки клеткой обороженные возле этой клетки стоял я как затянулся пару раз мне как закружило в мозгах моих бля дурных закружило закружило как чуть не понесло мне вдаль нахер за эту решетку схватился эту самокрутку отдал ну и что как бы все равно я начал курить херовом не было думал уже наверное вообще никогда не буду курить ну да курил все равно освободился еще и понеслась опять открывая ушавель как говорится курил я с такой силой конечно это вообще вилы наверное так с окружения и херсту курил тогда курил курил потом я тоже бросал наверно пару раз не наверное пока не женился не бросал ни разу потом женился как-то попробовал бросил вроде бы не курил я сколько где-то около месяца не курил начал потом ну тоже я знал что я начну все равно курить ну и как-то я бросал мне хотелось все время курить это как бы я сам себя наносиловал свой организм хера его знает как это называется правильно ну а закурил второй раз вроде настраивался 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 бросил все радость такая блять что столько курил и тут наконец-то я завязал два с половиной месяца перееебывается что-то в голове моей иду на работу а меня начальник встречал всегда на машине вот я не курил я там про них на работе ну не курю они передано и курят и все мне не хочется и все как бы хорошо тут когда застрел этот вот стрельнул иду на работу и где-то мне там попало в нос блять дыма чуть-чуть кто-то курил или на встречу шел меня аж заколотило и захотелось покурить просто иду в сторону ну тебя ждал начальник все время вижу сдалека он сидит в машине вот так рука висит на дверке машины он сидит за рулем и вижу эту сигарету издалека у меня зрение сфокусировалось я не знаю 20-кратным 50-кратным этим зумом я увидел как он курит и я уже запах даже услышал на таком расстоянии я говорю мы тогда еще стебались гору ты сегодня самый красивый блять курец в мире был нахер так курить хотелось и постебались ну короче гору дай мне сигарету он сказал может не стоит валера я говорю я только одну вот одна и все до первого магазина я опять покупаю себе две пачки сигар и еду на работу вот приезжаю домой жена говорит тю-тю парень блять мозги ушли нахер на страну ну и все и начинаю долбить опять короче чем больше я бросал тем больше я начинал еще курить а то если я курил пачку и бросил блять не покурил то блять когда я начал курить я уже блять скуру две пачки крепких сигар опять не куру ой крутой куру 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 потом думаю надо а там тоже пацаны на работе типа надо тебе послушать олен кара или почитать книгу руда не знаю знаю таких дядек старых уже которым там блять по 60 лет вот один и второй они крыли всю жизнь прочитали эту книгу олен кара где блять перешивают мозги вот так непонятно как так можно пера прошить мозги чтоб свои бросил курить это кому и не вера вообще ну и пацан с работы говорит мне молодой мой ровесник наверное может младше там чуть вроде я тоже типа курил прочитал эту книгу олен кара или слушал уже аудио потом были сначала книжки были потом типа аудиозаписи сейчас видео есть всякая херня хорошо он послушал во время этой аудиокниги можно курить типа он курил и на последней голове он взял и блять бросил тоже блять это не могу понять всю книжку ты блять куришь куришь на мозги ты себе перешиваешь а потом как будто веслом блять по голове въебнули и ты блять бросил этот бутылок и боишься больше взять его надо хорошо я говорю это все херня но попробую не попробую сначала таблетки там какие то вот есть табоксы а мне какие то там еще блатные там привезли какие то эти блатные таблетки сказали хочется курить ну вот купили мне этих блатных таблеток купили таблеток мне короче сказали что да выпьешь захочется курить выпьешь и все и сразу ноль отбивает вот так сразу хоп и все и выбрасываю сигарету нахер хорошо захотелось мне курить пробую я таблетку где я ее надо было есть именно ну как блять сосать не сосулька она какая то на траве вообще на травах там хер поймешь ем таблетку и хочется мне курить ем вторую хочется курить уплевываю нахер эти таблетки и куру дальше думаю ладно попробую я с этим маленкаром может все перешьют в нем мозги начинаю слушать и там типа все курить можно во время этом не помню сколько глав там этих уже слушать надо было читать потому что некогда так наушники уши и пошел нахер с телефоном слушаю 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 и там все это наседание на нос бросай курить бросай курить бросай курить бросай курить бросай курить там через слово бросай и курить хороший это уред это то сё и говно ну короче дослушивая последнюю голову и иду блять курить потому что я так понимаю что я не перешиваем и оказывается Моя винда, блядь, не перешивается И не перезагружается Вот такая вот херня Ну вот так Курыл я дальше Курыл, блядь, хер знает сколько лет опять Наверное, пару лет Все, я даже и не пытался Потом Как-то, как-то Везде интересовался Наверное, со знакомых много кто бросил Много кто там По-моему лет пацаны курили И побросали просто Вот так просто Хоп, и что Я все время удивлялся Как-то может быть такое Родственники там жены Тоже говорят Прокуровали Взять какие-то свои легкие, блядя, всю жизнь И, блядь Там 38-37 лет Побросали курить Ну, уже там по-хер знает сколько лет Не курят вообще Мне все время это удивляло Сколько видео смотрел Ну, аленкаров этих я больше не смотрел Вообще Ни врачей никаких Ни хера Именно вот В ютубе искал людей Которые бросили реально Сами Всяких этих, там, блядь Помощей Смотрел Там все в мозги вбивал Думаю, может Так вот теперь и шью мозги Блядь, ни хера По концовке сказал Все, я буду курить хорошую всю жизнь Мне это нравится Сам понимаю, что убиваю здоровье Офигенно убиваю У меня двое детей, блядь Один старший Пример даю И младший в сад ходит Старшему уже 16 лет Младшему 5 Опять же, даю пример Одному и второму Ну, так Пробовал, пробовал Как-то, ну, ни хера Думаю, ну, все Буду курить уже Как и курил Все, ни хера Никто меня не переделает уже Но потом Не знаю Ну, как бы я хотел бросить Ну И каждый день на работе говорю Я брошу Я брошу Я брошу Я брошу Пацаны Ага, ага Бросишь, бросишь Бросишь Каждый день уезжаю домой И говорю Все, это моя последняя пачка Это моя последняя пачка Потом На утро остается Там сигарка одна Скуривают Одну Иду в магазин Опять Беру еще Две пачки И думаю Вот если Две этих пачки Я убью Сегодня За день То завтра Вот я проснусь И мне не будет Играть Значит, я уже Точно курить брошу Это до хера Кто так думает Согласитесь со мной Это такая Пиздеж Я скажу вам Господа Не Сучветная Так же, как и кажется Что На Нового года Я еще курну А после Нового года Я уже точно брошу Новый год И новая жизнь Начинается Там С первого числа Я брошу Следующего месяца После выходных Я брошу Потому что на выходные Надо пиво попить В баньку Сходить Ну, блядь Я бы без баньки С сигаркой Блядь Это Милое дело Блядь Ну, так Вот я думал Тоже Всегда Ну, вы согласитесь Не один я Блядь Кто согласен Поставьте Блядь Лайк Обязательно Можете Комментарии Написать Ну, так Я вот думал И тоже Вот На каждый месяц На каждые Выходные На каждый Первый день Месяца Перелажил Перелажил Вот эту Херню И Нихера У меня на работе Когда кочегары Увидели Что я в кочегарку Заношу Свои пачки Сигар Вот там Пацаны Топили Наш цех Большой Мусорный Мешок Я не знаю Насколько Литров И полностью Набит Пачками Палмала Я курил Красный Палмал Крепкий И целый Мешок Меня Меньше Ростом Целый Мешок Набит Я набивал Этот мешок Очень быстро Я не знаю Сколько На деньги Перевезти Деньги Это хер с ним Сколько здоровья В этих мешках Осталось По деньгам Оно хер с ним Если бы на здоровье Не влияло Курил бы я дальше Так У меня мысли Такие Что И детям Я даю Пример Плохой И мне их Надо как-то Вырастить Не загнуться От этих болезней Как же Рак Там блять 10% Населения Земли Умирает Блять Именно От никотина Ну Именно От рака Легких Помимо Там рака Легких Там Рак Губы Рак Гортани Там До хера Вот этих Чистая статистика От рака Легких Именно доказано Что о теорет Рак Легких 10% Это очень Погрешая Цифра Вот Умирают Люди А если Там Посмотреть Остальные Статистики Вот эти Вот Которые Гортань Губа Там Горло Там Еще Что-то Нахер Там Крови Заражается Тоже Там Хер Поймешь Что Нахер Читать Не хочу Я начал Читать Вам Рассказать Лучше Не углубляться Лучше Я просто Ну Свою Историю Так вот Как-то Ну Крылый Скуровал Таких Два мешка Полгода У меня мешок Набитый Полностью Там Это Помимо того Что я еду Домой Там Еще Выбрасываю Пачки Еду Еще Куда-то На установку Мебель Ставить Еще Пачки Выкидываю А это Чисто Так Вот Получается Там Бросаю Их Сложивал У меня Лежали На пол Как Сначала Я их Сложивал Сложивал Думаю Не надо Убираться Мне когда-нибудь Засыпет Ими Нахер Ну Это Несколько Раз Я Мешки Выносил Такой Без Курец Был Короче Чтоб Мне Попить Выпить Кружку Кофе На Работе Вот Если У меня Нет Собой Пять Сигарет Я Не Иду Кофе Пить Потому Что Я Не Накурусь Даже Там Тоже Вдруг Мой Эфигивал Как Так Можно Если Есть В пачке Пять Сигарок Можно Идти Кофе Попить Кружечку Выпить Потому Что Курываю Вот Так Закурываю Пью Кофе Разговариваю Я Даже Не Замечаю Тушу Опять Закурываю Тушу Опять Закурываю Я Просто Вот Так Мне Уже Там Стебались Пацаны Что Надо Баллоны Повешать С Зади Чтоб Кто-то Чиркнул Эту Водолазную Херню И ходить Курить Целый день Там По базе Туда Сюда И чтоб Это Пахтела Постоянно Херня Зади Вот На самом Деле Страшная Шляпа Ну Так Короче Курил Курил Завтраками Всех Кормил Там Беседку Строил Там Блядь Тоже В деревне Там Вот так Одну За Одной Такого Две Руки Стою На лестнице Там Блядь Крышу На Душу Блядь Я стою Так Вот За Один Глаз Держусь Рукой Второй Херачу Потому Что Мне Блядь Вот Сейчас Будет Колотун И Сейчас Кофе Поднесут Если Не Накуру Что Я Кую Вам Что Сделаю Называется Вот Такая Башня Хорошо Такой Такой Рез Был Столько Лет Угробил Жизни Своей Ну Вот В августе Будет Год Как Я Не Курил Ну Этот раз Я Надеюсь Что Не Климонет Мне Вообще Сейчас Вот Так Отшибло Полностью Я Не Знаю Что Это Было Что Это Было За Чудо Такое Что Я Просто Приехал На Работу Где Вот Так Смолят Там Уже А Я Еще Все Прикололся Снимут Мой Полмал С Производства Ну Если Исчезнут Мои Севереты Сразу Бросаю Курить Хорошо Полмал Мои Сейчас Ну Я Курить Не Бросил Я Перешел На Более Дорогие И Более Крепкие Севереты Я Начал Курить Комол Желтый Начал Курить Комол Желтый И Начали Деньги Уходить Еще Больше И Здоровье Тоже Наверное Еще Больше Начал Уходить Ну По Деньгам Хер С ним Все Курил Курил И Не Знаю Что Мне Надошло Потом Я Просто Приезжаю На Работу Что Сигареты Были С собой Я Даже Не Собирался В тот День Бросать Я Приезжаю На Работу Ложу Пачку Вот Этих Своих Сигар Я Говорю Ну Я Курить Наверное Сегодня Не Буду Тоже Пацаны Там Постебались Ну Да Как Всегда Я Короче Час Не Куру Два Не Четыре Везде Не Куру Ложу Сигареты В карман Думаю Может Дома Покур Ложу Сигареты В карман Я Домой Приезжаю Жене Говорю Я Сегодня Не Курил Вообще Ни Разу Она Говорит Ну Вы Не Начинаю Я Говорю Хорошо Ну Типа Типа Хорошо Хорошо А сам Думаю Блять На самом Деле Можно И не Курить Ломок Нет Особых Хотя Я Курить Сок Вару Мне По Пять Сегарет Надо Блять И Сем Мог Скурыть За Раз Блять Кофе Попить Последний Снайкер Думаю Как-то Офигенно Мне даже И голова Сегодня Не болит Это Странно Понравилась Мне Эта Херня Но Я Все Равно Вот Эти Сегареты Опять Беру На работу Следующий День Еду На работу И Думаю Если Я Вчера Смог Не Курить Значит Я И Сегодня Смог Не Курить И Я Смог Второй День Потом Смог Третий Четвертый Пятый Потом Прошло Две Недели Ну Как-то Было Такое Что Где-то С кем-то Идешь Кто-то Идет На встречу По сежему Воздуху И там Дымок Этот Вкусный Попадает Туда Ну Хотелось Курить Конечно Так Кажется Все А сейчас Курну Потом Думаешь Блядь Ну Столько Терпел Вроде И Как-то И не Понесло Нихера Все Полностью Короче Отбил Меня Полностью Меня Отбило Где-то За Два Месяца Вот Два Месяца Я не Покурил Как-то Так И что Туда Сюда Такая Вот С этой Стороны Белая Тянет С этой Черной И Так Тягомотин Тягали Тягали За шкварник За уши Блядь Ну Я Выдержал Карп Мне Конечно Вот Это Все И Все По Сей День Ну Тьфу Вот Два Месяца Я Выдержал Там Два Три Наверное Месяца Все Я Сейчас Так Рад Мне Так Стало Хорошо Я Вам Скажу Блядь Блядь Я Чувствую Как 18 Летний Пацан У меня Блядь По здоровью Совсем Охуительно Так Я Проходил Две Пачки Полмала Скуру Или Две Пачки Кэмела Я Домой Прохожу У меня Голова Дымится Мне Кажется Шитать Нельзя Головой Потому Что Там Мозг Которая Осталась Усохшая От никотина Он Бах Бах Блядь Обшурубную Коробку Херач Дум 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 Блядь Даже Звон Слышал Сейчас Блядь Больше Держится За коробку Так Что Такая Херня Сейчас Я Чувствую Отлично Да Ну Вес Там Вес Набираешь Жор Жора Как Такого Нет Но Вес Он Наверное Набрался Из-за Того Что Так Извините Камера Отключается Каждые 15 Минут Блядь Настрой Нахер Поймешь Что Блядь Настроил Ладно Не в том Дело Провес Да Я там Закончил Провес Вес Набирается Не из-за Того Что Ты Там Ужрешь Я Не хочу Ужрать Ну Я Ем Как Ел Курыл Я ел Блядь И Сейчас Я Ем Так же Только Что Единственное Я Беру На Работу Семечки Не Потому Что Там Я Курить Хочу А Я Беру Специально Чтоб Меньше Есть Ну Курить Может Есть Шусь И Хочется Ну Я Перебиваю Блядь Вот Этот Аппетит Что Блядь Можно Подожрать Шусь Ну Вес Да Я Стараюсь Не Есть Из-за Того Что У меня Вес Просто Попер Вес Остановился И Восстанавливается Ну А сразу Вес Попер Не знаю Там Наверное Обмен Веществ Меняется Потому Что 25 Лет Курить Организм Насыщать Вот Этим Голном Блядь Потом Реско Бросить Чтоб Организм Перестроился Это Время Надо На Это Все Как Ну Так Блядь И сейчас Мне Вообще Огонь Вот Так Мне Охуенно Я Уже Хочу Белать Начинает Уже Подрывать Бегать Хочу Конечно Блядь Спорзала Я не пойду Наверное Но У меня Со шпиной Проблемы Просто Ну А так Бегать Уже Хочется Хочется Прямо Хочется Бежать Уже Такая погода Сейчас погода Установится Я начну Бегать Блин То есть Лето Я отбегаю У меня Живот Появился Не надо Сгонять Нахер И быть Фигурным Парнем Так Что Вот Такая Херня Люди Бросайте Кто Начал Курить Кто Не Начал Лучше Не Начинайте А вот Эти Парень Дудень Как Мне Сын Старший Объясняет Это Невредно Витамина Залили С А Ты Куришь Нахуй Витаминами Насыщаешься Что Такое Говно Умирают Люди Еще Хуже Чем От Никотина Хотя Наверное Одинаково Там Такая Неизведанная Шляпа В Тут Это Понятно Что Мы Пропитанную Бумагу Курим Если Мы Курыли Табак Нормально Курыли Наверное До Столет А Там Пропитанную Там Сколько Компонентов Эти Херни Я Сейчас Скажу Если Найду Сейчас Скажу Сколько Там Оголна Нет Там Мне Написано Что Содержит Компонентов До Хера Так Что Содержит Сигарета Смолы Бутан Кадми Клей Уксусная Кислота Никотин Аммоний Дегть Краска Метанол Бензопирин Мышьяк Ацетон Бумага Гексамин Вот Вы Прикиньте Сколько Говна Блядь Там И нету Нихера Этой Блядь Табака Был Табак Нету Табака Это Все Пропитанная Бумага Вот Этой Вот Шляпой Которую Вы Мнитесь Что Там Вот Вам Блядь Насыпали Нахер Табака Ой Блядь Техак Техак Техасские Рейнджеры Блядь Накосили Вам Блядь Этой Травы И Вы Курите Довольные Дядьки Дядьки Такие Шляпы Которые Блядь Там Рекламировали Нам В детстве Когда-то Мальборо Они Кстати Умерли Блядь От Рака Вот Эти Блядь Дяди Нахер Я Где-то Когда Углублялся Чуть Читал Блядь В интернете Да Вот Эти Которые Рекламировали Там В Чехасе Блядь Эти Сигареты Они Умерли Блядь Именно Знаете Занимайтесь Лучше Спортом Раньше Там Было Модно Курить Сейчас Модно Не Курить Наоборот Я Пытаюсь И детям Своим Младшим Это Понятно Что Ему Похер Кто Курит Кто Нет А Старшим Долблю Постоянно В мозги Что Не Надо Не Надо Понятно Уже Его Не Исправишь Если Он Курит И Будет Курить Где-то Там И Я Не Узнаю Ну Все Равно Пытаюсь Унедрыть В мозги Что Это Плохо И Что Это Не Надо Абсолютно Просто У Знакомого Друга Батя Там И Ноги Отрезали И Короче И Один Хер Он Курил Блядь Ампутировали Ноги И Курил Он До Смерти До Своей Похер Все Было И Просто В больнице Я Видел Таких Дядек Которые Сидят Вот С такими Надутыми Черными Ногами Блядь На Ампутацию Я Просто Охуевал Если честно Ну И В то же Время Я Все равно Продолжал Курить Мне Было Похер Потому Что Я Похер Рист Шутка Не Похер Рист На самом Деле Страшно Но Блядь Собросить И Не Можешь Нихера А Тут Что Я Не знаю Что Мне Помогло А Помогло Может быть Сейчас Скажу Что Мне Когда-то Давно Моей Жены Дядя Сказал Что Ну Это Для Верующих Больше Наверное Кто Не Верит Тот Может Даже Не Слушать Дальше Эту Историю Больше Для Верующих Человек Верующий И Он Как Б Сказал Что Он Бросил Курить Ему Помогло Он Бросил Бросил Курить Большой Праздник На Пасху Он Бросил И Все Был Курильщик Тоже Там Ой Ой И Все Много Лет Уже Не Курит Короче И Вот Когда Я Бросил Курить Это Был Яблочный Спас Вот Прикиньте Совпадение Совпадение Или Не Совпадение Но Только Что И Реально Сам Не Не Собирался Бросать Это Как То Мне Бог Помог Может Бросить А Тут Уже Женой Тоже Размышляли Интересно Конечно Так Получается Ну Я Верую Что Бог Услышал Меня В Души Это Я Верующий Человек Мне Кажется Что Мне Бог Помог Короче Вот Такая Была История Люди Добрые Пошу Пожелать Всем Здоровья Убрать Выбросить С головы Эту Никотиновую Зависимость У кого Она Есть Кто Не Начал Курить Хочу Пожелать Никогда Даже Не Задумываться Про Это Ну Что Всем Мира Добра Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Всем Пока Канал Субтитры создавал DimaTorzok